В Московской области один из офисов строительной компании взяли штурмом бывшие работники. Они требуют от работодателя выплатить им зарплату. Все дело в том, что менеджеры трудились два месяца, но денег так и не получили. Директор обвинила их в краже стройматериалов со склада и уволила. А молодые люди уверяют, их оклеветали, чтобы не платить. Всех участников конфликта выслушал Кирилл Абакумов. Бывшим работникам в этой конторе не рады, а ведь всего несколько месяцев назад обещали радужные перспективы. Будьте добры, пакетик помещения. Мне отказались отсюда выпустить, и я был вынужден вызывать полицию. Пакетик, пожалуйста. Пакетик, пожалуйста. Пакетик, пожалуйста. Печать, значит. Все эти люди устроились на склад отделочных материалов и, как уверяют, исправно трудились несколько месяцев. Но необещанного трудового договора, ни даже денег якобы так и не дождались. Начинают на него вешать всякие претензии в том, что, допустим, кладовщик обворовался, что исчезли какие-то ее личные вещи со склада, материальные ценности. На все вопросы у директора ответ один. Зарплата списана в счет штрафов. По закону мы имеем право, если у нас при инвентаризации выяснилось хищение и недостача, то есть вы превысили свои должностные обязанности, есть растрата. А у вас есть подтверждение? Да, у нас инвентаризация. А инвентаризацию вы делали без меня? Вы принимали, и вы участвовали в инвентаризации. По закону, прежде чем оштрафовать сотрудника, необходимо потребовать от него письменно объяснить проступок. Но ни одной объяснительной нам не показали. А хищение, к тому же такое крупное, это вообще уголовное преступление. Айгуль уверяет, что заявила на надежду в полицию, однако подтвердить этого не может. Квиток у вас есть от полицейских, что они приняли ваше заявление? Вот смотрите. Или нет? Данный сотрудник говорит о том, что... Ну зачем вы провоцируете? Я не провоцирую, вы просто... Ну ответьте на вопрос. Уже наедине Айгуль продемонстрировала трудовые договоры работников и детально рассказала о крупном хищении. Она предположила, что ее бывшие коллеги в сговоре с полицией, и те их покрывают. Что ж, просим снова вызвать стражей порядка. Хищение на рабочем месте. Хотелось бы оформить заявление. Крата или хищение? И то, и другое. А пока дожидаемся полицию, появляется еще одна экс-сотрудница. Говорит, работала здесь еще три года назад. И тогда все было точно так же. Прошло вот почти два месяца, я отработала там без нескольких дней. Трудоустройство не последовало. За эти два месяца я не получила ни копейки зарплаты. Это все было обещание, вот сейчас поставщики или там клиенты расплатятся, вот сейчас денег нету и так далее. В присутствии нашей съемочной группы страж порядка принимает заявление о хищении. И если слова директора подтвердятся, виновникам придется ответить по закону. В противном случае писать объяснительную придется уже директору в трудовую инспекцию. И штрафы будут грозить ей самой. Кирилл Абакумов, Вадим Московский. Экстренный вызов.